Всем привет, с вами Жека Борщ и это обзор долгожданной мохи 13.5. Итак, что же нового? Выпилили все, что внедрили в 13 версию, а именно рисовалку и улучшенную работу с 3d, ну и слава богу. Но что по 13.5? Теперь 13.5 базируется на версии 12.5. Технически перед нами 12.5 на стероидах, и это хорошо, потому что на данный момент это одна из самых стабильных версий мох. Мохов. Моха. Сразу бросается в глаза логотип. Новый вид костей. Кстати, по ощущениям новая версия стала работать быстрее, но это субъективно. Производительность во вьюпорте немного изменилась. Там где было 8-9 кадров, стало 10. Вроде как бы один кадр, но так-то это 10 процентов. В новой версии моха нужно быть аккуратнее с импортом изображений. В названии файла должны быть только английские буквы и не должно быть разного рода символов, типа звездочка, слэш, нижнее подчеркивание и т.д. В 12.5 и 13.2 это было не столь критично, но теперь как файлы, так и путь к ним должен быть полностью на английском языке. Это очень важно. Ликуйте владельцы многоядерных процессоров. Теперь вы можете сами указывать, на каком количестве ядер выводить ваш проект. Теперь поговорим о самом сочном. Витрувианские кости. Давайте рассмотрим на примере руки. У нас есть несколько типов рук, которые мы выполнили для разных нужд. Например, руки для ваших каких-то определенных нужд. Руки на инверсной кинематике, руки на прямой кинематике или какие-либо еще руки, которые вам нужны. И тут вступают в дело витрувианские кости. Откровенно говоря, этот инструмент я желал видеть в мохо уже очень-очень давно. Смысл этих костей заключается в том, чтобы в нужный момент времени появилась та или иная цепочка костей, как в этих ваших свечах. Давайте разберем, как это работает и что нужно сделать, чтобы мы могли активировать эту функцию. Для начала я отрисую нашу импровизированную руку. Ее мы сдублируем три раза. Я создам одну цепочку костей и просто сдублирую ее несколько раз. Теперь назовем эти кости своими именами, чтобы не запутаться. Первая цепочка будет Arm FK, то есть прямая кинематика. Вторая цепочка будет Arm IK, то есть инверсная кинематика. Третья цепочка будет Arm Pin. Это устройство руки взятое из головы. Теперь нам необходимо выбрать первые кости в каждой цепочке и привязать их к ключице нашего скелета. Итак, зачем все мы это сделали? Дело в том, что моха понимает, какие кости отнесены к какой цепочке костей, потому какая кость родительская для всей этой цепочки и какие слои к ним привязаны. То есть все кости, которые вы хотите отнести к одной подгруппе, должны быть привязаны к одной цепочке. И теперь нужно объяснить мохе, какие слои к какой подгруппе должны относиться. Для этого мы должны привязать слои. Но слой можно привязать только через флекси-биндинг. Слой Upper Arm FK мы привязываем к кости Upper Arm FK через инструмент флекси-биндинг. Если сама привязка через флекси-биндинг вам не нужна, то можете убрать область воздействия кости. Далее вы можете привязать слои так, как нужно именно вам. Через точку, недеструктивное сжатие, сокращающееся предплечье, уникальное строение плеча все-таки. В общем, вариантов очень много. Поэтому вы спокойно можете убрать область воздействия и привязать как вам нужно. Далее мы слой Four Arm FK привязываем к кости Four Arm FK. По аналогии мы делаем с цепочками IK и Point. Когда мы все это проделали, выбираем кости, которые привязаны к нашей ключице. Выбираем инструмент «Витрувианские кости». Нажимаем «Групп». У нас создалась группа из разных цепочек костей, в которую входят IK, FK и Point. Группу мы можем переименовать или дать совершенно любое название, которое интересует только нас. Напротив надписи Active Bone мы можем выбрать, какая сейчас должна быть видна цепочка костей. Если мы выберем еще одну цепочку костей, а точнее главную кость в этой цепочке и нажмем плюсик, то мы добавим эту цепочку костей в эту группу. Если нажмем минус, то соответственно удалим. Если мы нажмем на читбокс Enable, то у нас покажутся абсолютно все цепочки костей со слоями. Если мы нажмем Ungroup, то у нас эта группа просто распадется. Теперь, когда мы все настроили и у нас получилась вот такая система. Есть группа, которая состоит из трех цепочек костей, которые мы можем переключать в удобное для нас время. Тут же вы меня спросите, а можно ли переключение между этими подгруппами повесить на экшн? И я вам отвечу, да, можно. Дамы и господа, я считаю, что эта победа, эта функция стоит на уровне со смартбонами. И поверьте мне, со временем мы придумаем миллиард способов, как реализовать данный инструмент. перспектив варп и квад варп. Очень интересный инструмент. Я думаю, многим аниматорам очень зайдет. Допустим, у вас уже есть отрисованный фон в мохо. Например, автобан с видом сверху. И вам из вида сверху нужно сделать перспективу. И вы мне скажете, есть же инструмент перспектива точек. Есть то он есть, но давайте посмотрим, как он работает. Он вращает точки относительно центра выбранных точек. После этого нам нужно перемещать слой, чтобы он подошел по размерам. Если мы с вами допустили ошибку, нам нужно удалять все ключи, повторять процедуру до того момента, пока мы не увидим нужный нам результат. Теперь давайте посмотрим, как сделать перспективу с помощью квад варп. Есть слой дорога. Нам необходимо создать новый слой. Назовем его Mesh Map Road. И создадим шейп по размеру нашей дороги. Если по какой-то причине шейп, который мы создали, не залился, нам нужно это сделать. Кликаем два раза по слою. Ставим галочки напротив пункта Height in Adding View. И Don't Rendering this Layer. Нажимаем применить. Теперь мы видим, что слой стал тусклым, а шрифт стал курсивом. Это значит, что теперь наш слой стал работать как контроллер для нашего векторного слоя. Осталось только привязать наш слой к нашей варп сетке. Для этого необходимо два раза кликнуть на слой Road. Перейти во вкладку Vector. И в меню Smart Warp Layer выбрать Mesh Map Road. Вариантов применения миллиардов. От управления перспективой до полного управления персонажа через перспектив варп и квад варп. Wind Dynamic. Да, это ветер. Все, кто угадали, я вас поздравляю. Итак, давайте разберемся, как его активировать и какие параметры у него есть. Выбираем кость. Переходим в Constrain кости. Для начала нам нужно активировать динамику костей и настроить ее. После того, как мы настроили нужную вам динамику костей, у каждой косточки вы должны поставить галочку напротив Wind. И вуаля, вы включили ветер. Теперь давайте разберемся, какие настройки имеет ветер. Direction. Это направление ветра. Значение 0, дефолтное, всегда указывает вправо. При изменении значения на минусовое, направление будет меняться по часовой стрелке. При изменении значения со знаком плюс, направление будет меняться против часовой. Stank. Тут все просто. Это сила ветра. Силу ветра можно выставить в значениях от 0 до 100. Turbulent Amplitude и Turbulent Frequency. Давайте для начала рассмотрим, что будет, если мы выключим обе эти функции. Стало очень скучно и неправдоподобно. Как будто не ветер, а постоянный поток воздуха, который дует всегда с одной силой и только в одном направлении. Но ветер работает не так. Поэтому мы изменим значение Turbulent Amplitude. Мы видим, что изменилось направление ветра и его сила. Давайте теперь изменим значение Turbulent Frequency с 0 на 1. Мы видим, что сила и направление ветра начали меняться. Медленно, но стали. Так вот, Turbulent Amplitude отвечает за изменение направления и силы ветра. Turbulent Frequency отвечает за скорость изменения параметра Turbulent Amplitude. Что ж, я уверен, что весь функционал, который внедрили в новую версию Moho, поможет улучшить качество ваших моделей и анимации. Потому что нам дали инструменты, с помощью которых для нас упрощается работа и открываются новые горизонты. Хотите увидеть уроки по новым функциям? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok